МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как наши специалисты, а, возможно, эксперты со стороны, оценивают экологическое состояние Чуваши? Какие у нас сильные места и куда нужно приложить усилия? У нас по показателям Чувашская республика, по экологическому рейтингу, она шестая среди субъектов Российской Федерации. Плохой этот показатель или хороший? Цифра 6, это показатель, я думаю, не совсем плохой. Ну, у нас на языках в Чувашской республике, что у нас есть такой объект, был химпром, который еще житель до сих пор, что такое химпром, это опасный объект. На сегодняшний день хочу заявить, что химпром сегодня является предприятием, которое выпускает продукцию, которая соответствует экологическим требованиям. И той опасности, которая была у народа на слухах, она сегодня просто отсутствует. Те мероприятия, которые были запланированы, они выполняются. В январе месяце состоялась встреча главы Чувашской республики с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Донским Сергеем Ефимовичем. Я думаю, те задачи, которые были обсуждены главой республики, они сегодня являются нашим планом к действию. И хочу обратить на те внимания, которые были определены в этом мероприятии. Это первое. Рекультивация свалки, которую мы называем Пехтулинская, это который находится в городе Чебоксары, и очистка водных стоков, которые производятся на водоканале. Сегодня жители города Чебоксары могут с уверенностью сказать, что они пьют чистую воду, что полезно для здоровья. Ну и третий объект – это очистные сооружения. Жители Чебоксары, Новочебоксарск, все вы помните, всегда были жалобы, что как меняется погодная или ветровая нагрузка, то появлялся так называемый запах. Сегодня эти очистные сооружения работают в современном экологическом цикле. Но там еще есть работы, и модернизация этого объекта будет продолжаться. И в рамках этих направлений будет построена программа к действию для исполнения поручений главы республики. У нас в республике действует несколько проектов и программ в области охраны окружающей среды. Годы экологии приурочены на начало новых всероссийских и федеральных проектов. Вот в каких из них Чебоксары намерены участвовать? И на каких условиях? Я уже в начале озвучил, это рекультивация Пехтулинской свалки, где из федерального бюджета на 2017 год выделено 122 миллиона рублей. И на следующий год, на 2018 год, будет выделена еще сумма, которая нам позволит в течение двух лет эту Пехтулинскую свалку превратить в экологическое безопасное место. Александр Петрович, к сожалению, Пехтулинская свалка не единственная проблемная точка на нашей экологической карте. Какие еще свалки стоят в очереди за Пехтулинской? Какие будем рекультивировать? Значит, здесь я могу сказать, было совещание под руководством главы республики, селекторное совещание с главами местных органов управления, где в 11 территориальных органов местных управления должны провести так называемые эти мероприятия. Для этого нужно выработать или сделать проекты с методокументацией, которые нам потом позволят выстроить финансово составляющиеся на федеральном и на региональном уровне. Какие именно районы? Ну, значит, я могу назвать это город Канаш, Чебоксарский район, Аликовский, Шумерлинский, Порецкий, ну и еще есть. Вот я назвал 11 районов, где они еще сегодня проходят так называемую экспертизу, где мы должны еще четко понять, подходят они под федеральные проекты или должны мы смотреть, или этот вопрос решать на региональном уровне. Сроки какие-то установлены для муниципалитетов? Да, сроки установлены. До 1 июня должна быть сделана проекта с методокументацией, чтобы мы могли о себе заявиться. Насколько я понимаю, в этом нашем плане мероприятия, работа нового полигона ТБО в Ночи-Боксарске и строительство мусора перегрузочных станций в районах стоит отдельным пунктом, специальным пунктом. Вот какие меры предполагаются в этом направлении принять? Ну, здесь можно четко сказать, в республике создан современный полигон утилизации твердокумунальных отходов. Это, будем говорить, что первая очередь завершена. Мы уже приступаем ко второй карте, где мы должны провести следующие виды работы. Это первое, построить два мусороперегрузочных пункта. В Канаше мы должны построить та же самая современную сортировочную станцию, а в Шумерлях мусороперегрузочную станцию. А в других районах будем смотреть и создавать так называемые пункты приема твердокумунальных отходов. И дальнейшая схема какова? Дальнейшая схема такова. Вот эти полигоны, которые я назвал Канаш и Шумер, они будут принимать твердокумунальные отходы. По кустовому принципу. Да. Но на сегодняшний день идут расчеты, где будет определенный региональный оператор, который будет забирать этот мусор и доставлять на полигон. Я еще раз говорю, там, где невозможно будет собираться в общей массе и сортироваться уже, доводиться. Но все будет просчитываться конкретно, где экономический эффект. Наша задача стоит именно на полигон доставлять уже в раздельном виде, чтобы здесь произвести сортировку и формировать дальнейшую утилизацию этих отходов. Александр Петрович, вот сейчас идея раздельного сбора бытовых отходов, она как-то одно время у нас достаточно широко обсуждалась, пропагандировалась. Сейчас эта тема вроде бы заглохла. Мы собираемся к ней вернуться в этом году? Или она себя на данный момент не оправдала? Мы с вами, жители, все это видим, как все делается. Конечно, раздельный сбор мусора, чем он себя оправдывает? Здесь каждый вид мусора, будем сказать, отходов, он утилизируется и конкретно. Он уже приходит, так называемый, полигон, он уже складывается. Если мы берем картон, то он картон, уже не надо его сортировать, он сразу упаковывается, сортируется. И готов для дальнейшей вторичного употребления. Если мы говорим о посуде, стекле, полиэтилене, на сегодня мы не видим такой проблемы, чтобы собирать раздельный. Это, во-первых, вы сами видите, какие у нас дворовые территории, какой подъезд. Мы пошли по оптимальному пути. Мусор житель складывает в пакет, оставляет его там, где он должен оставляться, в мусорном ящике. И он утилизируется, доставляется на полигон, где сортируется. А так называемые остальные, которые не требуют уже вторичной переработки или для вторичного использования, они утилизируются на полигоне. Александр Петрович, ну вот хорошо, вы сказали про картон. Картон, понятно, его утилизировать достаточно легко. У нас в самих Чебоксарах есть предприятия, и не только в Чебоксарах, которые с удовольствием закупают макулатуру. Стекло, обычное стекло. Есть предприятия, которые пользуются вот этим вторсырьем и пускают его в дело? Ну, если сказать нет, это, наверное, тоже неправильно. Если сказать есть, то и экономическая составляющая, которую мы хотим получить, она сегодня тоже отсутствует. Ну, вот недавно у меня состоялась встреча с предпринимателем из Чувашской республики, которые сегодня готовы это стекло принимать, дробить, и из него сделать пенопанели. Ну, это проект, так, будем сказать, будущего, но он так рассматривается. Ну, и наша задача сегодня, стекло в любом случае надо утилизировать, мы его собираем и храним на полигоне. Если будет инвестор, мы в этом направлении работаем. Ведь сегодня вторичное сырье – это второй стройматериал, это вторичный материал, который должен использоваться. И мы предлагаем ученым и, как говорится, предпринимателям вносить свои предложения, а мы, с своей стороны, будем поддерживать. Ну, кстати, вот и еще самая такая распространенная тара – это пластиковые бутылки. Мы с вами не так давно были в Сыктывкаре, там есть предприятие, которое занимается, которое принимает у населения и утилизирует вот эту вот пластиковую тару. У нас, Чуваши, никто пока еще не изъявил желания, ведь были разговоры о том, что кто-то из предпринимателей готов. Чем закончилось? Здесь, если сказать, что такое полиэтилен, это понятно. У нас сегодня в республике достаточно предприятий, которые берут и перерабатывают полиэтилен, делают соответственный материал, который сегодня перерабатывается и реализуется на том рынке, который уже перерабатывается. То есть в Коми нам возить не придется? Я считаю, в Коми, вот я здесь немножко проанализировал, и тот объем, который нужен для Коми, мы просто его здесь, мы здесь обидим своих наших предпринимателей, надо создать своим, пусть они здесь работают, создают рабочие места и платят налоги. Мы в этом направлении работаем. Если желание будет, значит, мы готовы и работать на внешней рынке. Давайте все-таки вернемся к нашему плану мероприятий. Вот вы еще раз, я напомню, состояние водных объектов, в частности нашей Волги, модернизация биологических и чистных сооружений и весь комплекс работ, который с этим связан. Что запланировано в этом году и, возможно, на какой-то другой обозримый период? Ну, я в самом начале обозначил при встрече главы региона и министра природных ресурсов российских, где, значит, у нас заложена реконструкция биологических и чистных сооружений в Новочебоксарске. Общая смертная стоимость там составляет 3 миллиарда рублей. Значит, деньги там предусмотрены, эта работа будет продолжаться. Вот это то мероприятие, которое является основополагающим и, будем знать, знаковым для жителей республики. У нас прекращен сброс промымных вод без очистки в Чебоксарское водохранилище. Сегодня мы забираем воду, очищаем и осадки оставляем, значит, у себя. Эти осадки идут на повышение плодородия наших цветников. А в Волгу сбрасываются чистые отходы, которые не мешают сегодня нашей фауне. Не нарушают? Не нарушают экологию. Экология. Александр Петрович, я не знаю, насколько уместно вообще сейчас возвращаться к этой теме, но, может быть, в год экологии удастся как-то сдвинуться с мертвой точки. И вопрос с подъемом уровня Чебоксарского водохранилища. Предполагается как-то еще раз вернуться к этой теме или она уже закрыта? Вы знаете, есть два момента. Одни за, другие против. Вот я встречался и с учеными в Нижнем Новгороде, которые каждый оценивает свою позицию по-своему. Но в основном, в основном, люди. Ведь, если смотреть с точки зрения, для чего устроилась наша ГЭС, на какой она уровень была рассчитана? На 68-ю отметку. Проектное решение оно есть. Но здесь должна быть политическая воля. Я думаю, специалисты. И по моей информации, сейчас готовится общая информация президенту Российской Федерации, именно кто за, кто против, и будет решение приняться на самом... То есть вопрос не закрыт? Я думаю, вопрос, он не закрыт. И мы же сами видим, живем здесь. Конечно, сегодня много информации по Нижегородской области, по так называемым нашим соседям. Но должен здесь возобладать здравый смысл ученых и профессионалов. Сколько сейчас в Чувашии особо охраняемых природных территорий? Включая заповедники, еще какие-то формирования? На сегодняшний день их у нас 61 особо охраняемая природная территория. Это республиканского значения и муниципального значения. Еще два у нас это федерального значения. Это в Шумурше Чуваш-Вармане и здесь в Алатарском и Ядринском районе это Пресурский. Что хочется сказать. И мы с вами недавно были на послании главы Чувашской республики, где была поставлена задача еще создать четыре особо охраняемые природные территории. Это у нас одна из таких важных особо охраняемых природных – это Заволжье. Мы эти места хорошо знаем, жители эти места любят. Но здесь тоже нужно наводить порядок, чтобы каждый гражданин, любитель природы, приезжал и получал удовольствие от общения с этой природой. В Заволжье конкретно речь идет, надеюсь, об озерах? Да, естественно. В Заволжье войдут озера Большое и Малое, Лебединое, Изяр, Светлое и Астраханка. Вот здесь тоже предприниматели должны участвовать и вместе с органами власти принимать активное участие в наведении порядка. Для чего это делается? Чтобы на этих территориях у нас же еще есть животный мир, который должен себя чувствовать спокойно, продолжать свой род, развиваться. И в этом направлении будем работать. Александр Петрович, я вот не случайно как раз заговорила об озерах, потому что это давние, излюбленные, ну скажем так, пристреленные места отдыха, популярные не только у чуваксарцев, но и у жителей других районов Чувашии. Какое участие могут принять граждане Чувашской республики и на какую помощь с их стороны вы рассчитываете? Граждане республики – это главные, не главные, одни из тех, будем сказать, любителей природы, где должны создавать для себя уют и спокойствие для получения удовольствия, находясь на отдыхе. А это главное – любить природу. И все мы знаем, чтобы за собой всегда оставлять свое излюбленное место в хорошем состоянии. И не нашу природу, ну, я хотел бы так выразиться, надо не обижать. В Заволжье есть еще одна проблема, кроме мусора, который мы там, к сожалению, оставляем. Это последствия пожаров 2010 года. Они до сих пор еще не восстановлены, леса после этих пожаров. Вот какие работы запланированы и кто будет основным ресурсом, кто их будет выполнять? Ну, это государственная программа, она никуда, она вписана. Мы до 2020 года должны все это привести в соответствие, посадить лес, чтобы будущее поколение имело свободный доступ к лесам. Всего три года осталось. Более 50% уже работ выполнено, задачи поставлены. В этом году тоже определены объемы, мы их будем выполнять. Но здесь, вот я приступил в сентябре, я был поражен активной позицией общественного движения, именно «Сохрани лес», очень много, будем сказать, людей, которые выезжают и готовы оказать содействие, посадки. Вы нам обеспечите материал, мы приедем, мы организуем. То есть рабочие руки предлагают совершенно бескорыстно. Совершенно бескорыстно. Люди у нас и волонтеры сегодня. Я был действительно сам удивлен, что у нас в республике такое отношение к созданию лесного фонда, где должны быстро мы завершить эту работу. В этом направлении мы будем работать и приглашаем всех любителей, которые готовы нам помочь. Спасибо, Александр Петрович, за подробные ответы. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр природных ресурсов и экологии Чувашской республики Александр Коршунов. Всего доброго и спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok